То, что несколько десятилетий пылилось на антресолях казанцев, станет выставочным экспонатом. Столичный музей Сосбыта готовит новую экспозицию к 23 февраля. О служившем в армии предлагают поделиться самым дорогим, что успели на жизнь за два года, воспоминаниями и фотографиями. В том, что дембельский альбом не просто коллекции снимков, а эпическое творение и проявление солдатского духа, воли и интеллекта, убедилась Дарья Турцева. Замелый дальномосточный пограничный округ. А буквы из чего сделаны? Буквы. Вот там форгу, по-моему, резали. Вот фольга, да, это сигарет, похоже, от сигаретной пашки. Сергей Лапин принес в музей самое дорогое, что успел нажить во время службы на погранзаставе – дембельский фотоальбом. Для него это не просто воспоминания, умещённые в несколько десятков снимков, а подпольный труд, ведь делать фотографии приходилось тайком от изводного и комбата. А будучи молодыми и жизнерадостными, конечно, все военнослужащие хотели похвастаться и делали именно те фотографии, которых нет ни у кого. Это на фоне боевой техники, на фоне, значит, там каких-то секретных, значит, сооружений. Дембельский альбом – произведение наивного искусства, где солдату или матросу, которые на гражданке с карандашами или красками не дружили вовсе, приходилось осваивать основы чеканки, коллажа, живописи и графики. Уникальные материалы, которыми альбом оформлен. В скудных армейских условиях в ход шло всё. Альбом полностью делался вручную, то есть в лучшем случае бралась заготовка альбома, она потом обтягивалась, скажем так, драгоценными породами ткани, это вот бархат, либо это была какая-то ткань от шинели. В магазинах была тушь, то есть тогда зубные щётки тоже существовали, то есть с помощью зубной щётки как-то вот это, набрасывалась эта краска, существовала фольга, если не было фольги, были тюбики от зубной пасты, они ведь тоже тогда были такие, из фольги, из металлической. Откуда бы ни был призывник родом и куда бы ни забросил его долг родине, все альбомы объединяет одно. На первой странице фотография до службы. Вот два друга с теляги, в батниках и с модными прическами. Под ней снимок уже после присяги. Те же два друга, но их уже не узнать. Последняя страница тоже одинаковая во всех альбомах. Дембельский поезд и приказ об увольнении. Кто служил в таких, например, в КСВК, в группе советских войск в Германии, да, и кто имел возможность, скажем, финансовые, он вот возвращался вот с таким шикарным чемоданом, естественно, там были подарки какие-то. В основном возвращались вот с такими чемоданчиками, причём он сделан тоже там и в армии. И, естественно, он вёз самое дорогое из армии. Это был Дембельский альбом. Патриотическое воспитание в Советском Союзе начиналось с раннего детства. Игрушек на военную тематику упускалось великое множество. Они были железные, тяжёлые, даже звуки напоминали работу настоящей техники. Так что к 18 годам у каждого юноши было уже желание служить в рядах советской армии. Чтобы там усовершенствовать навыки, полученные в детстве. Дарья Турцева, Айдар Кунафин. Вести. Татарстан.